итак чтобы подключить солнечную батарею я буду вынимать провода от вести провода от аккумулятора через усилитель у меня усилитель машине вот стоит под сап киловаттный он мне тут закрыт вот панелька у меня в багажнике бордель после поездки вот я вот так вот хитро сделал он продувается все и при этом в багажнике пусто и ничего не мешает тут принципе у крыла отличный отсек ну и плюс то такая термо покрытие у меня специально с багажнике у меня долго не повышается температура это тоже большой плюс и конденсата меньше гораздо так но сейчас я усилитель буду снимать тут у меня крючком надо все это дело открутить и покажу вам проводочки проводочки мне выдать вышли к усилителю через салон идут по порогам то есть снимал все сиденье пороги и прокидывал все это дело аккуратненько прикольно ну винты умера на ржавчины покрылись вот снял снял усилок вот у нас силовые провода земля она вот сюда у нас идет в принципе можно в любом месте брать и плюс соответственно с аккумулятора будут сюда цеплять и управляющий который включает усилитель после включения магнитола но он здесь не нужен здесь нужны только питание к аккумулятору и так для того чтобы было удобно не работать мало ли вдруг у кто-то в них все также будет строить встраивать откидываем сидуху и вот здесь вот среди чипсов до после поездки остались короче вот тут два крепежа вот таких два винта надо открутить салон придется опять пылесосить сидушку приподнимаем вверх и после этого она снимается сидуху убираем и прокидываем провода вот красивенько вот у нас провода можно вывести из багажника вот этот плюсовой можно отсюда было бы зарубиться но я буду выводить другие провода дабы купил для того чтобы прокинуть провода по-человечески соответственно разбираю вот уголок здесь накладку открутил все заодно может блямкающие места проклею тут вроде бы скотчик такой идет пылюки все все это дело зачищу заново зафиксирую кстати отверстие вот здесь выше есть здесь ремень идет поэтому я буду прокладывать вот по этому желобу соответственно все это протру тут у нас все на клипсах специфических соответственно все это снимаем и прокладываем провода ну и в итоге вот так это все выглядит видео все обратно поставил провода с аккумуляторов и провода солнечных батарей контроллер сейчас не работает потому что небо в дымке но тем не менее это уже прогресс потом будущем буду переделывать конечно же солнечная батарея но пока что давайте посмотрим что будем делать с аккумулятором сразу говорю что туда надо поставить предохранители как бы круто не делал кто-нибудь но в сторону аккумулятора нужен предохранитель обязательно это уже пройденные этапы безопасность машине прежде всего мало ли всякое бывает надо защитить и так отрезаем провод нужно длину соответственно его зачищаем и будем ставить сюда предохранитель предохранитель я буду ставить вот такой вот на 5 ампер это предохранитель до 32 вольт на постоянное напряжение то есть редкость честно говоря но у меня есть предохранитель будет восстановлен вот в такой вот клеммник который продается в любом автомагазине он герметичный но не разные бывают вот этот вот именно вот с этого усилителя слячу но есть подобные в магазинах продаются я не знаю и p65 он вряд ли но в принципе от попадания какой-то влаги сырости в принципе защищает и да ладно так провода зачищены буду ставить предохранитель по плюсу и соответственно подключать все это дело суда вот вкусилку заодно пережму вот эти вот старые силиконовые провода так как они вот разболтались что-то со временем что говорить этот усилок еще состоял восьмерке то есть это в машине их покупал лет восемь назад вот это набор проводов за 450 рублей там я не знаю метров вроде бы 10 идет в комплекте вот силиконовыми вот аудио и короче там полный комплект был и так самое интересное вот видим входит у нас десять с половиной вольт выходит я видел десятку короче но сейчас солнце уже как бы в дымке он она выглядывает и вот здесь тени от деревьев но в принципе тоже неплохо вы посмотрите 6 элементов заряжает аккумулятор единственное что когда солнце полностью скрывается до напряжение просаживается до такой степени что не хватает прибора но тем не менее вот даже вот такой погода смотрите 30 50 по вата выдает он смотрите солнышко немножко показалось контроллер рассчитал ну блин я рад все вот так вот отсюда идет выходит идет по раме здесь вот проходит провод выходит сюда от автомобиля идет вот сюда вот он никуда не мешается идет в багажник багажнике вон усилитель лежит через предохранитель уходит на аккумулятор по проводке там если ошибаюсь около 20 чем-то квадратов провод идет солнышко опять выглянуло и аккумулятор теперь будет заряженном состоянии каждый день стоять и уже без разницы когда я там поеду я теперь вообще буду не переживать и на дохлый аккумулятор посмотрим сколько мне опять проживет не знаю конечно как это скажется на питание но в будущем я все-таки ребят планирую перетянуть крышу и поставить еще один элемент тогда будет вообще шикарно то есть даже в пасмурную погоду он будет выдавать пасмурную погоду ток короткого замыкания составляет это пол ампера соответственно а здесь уже контроллер на себя как бы берет и просаживается напряжение до восьми вольт соответственно если вот было бы девять с половиной хотя плюс полтора то есть он бы так часто не отключался вы а вот мы видим 8 ватт вылетает приблизить хоть 12 уже и 8 аккумулятор был 12 и 3 работает и согласитесь вот этот ток ну добиться даже от маленькой панельки сложновато то есть а тут ничего нигде не мешает как бы на крыше не каждый обратит даже внимание что на крыше стоит подобная вещь а вот этот контроллер хочу вот здесь вот зафиксировать нибудь так чтобы он не мешался в уголке и и пущая все стоит продлевая тем самым срок и аккумулятору и уменьшая потребление на бензине пол ампера вот 10 ватт это уже габариты если включаем и уже экономия будет всякое разно как видим на контроллере сиси написано но контроллер написано еще раз повторю о 24 вольт почему я именно так сделал вы сами поняли да из предыдущего обзора что у контроллера если подавать определенное количество напряжения на вход то есть он не будет увеличивать его до 20 вольт как только мы переходим порог 14 контроллер автоматически на выходе выставляет уже больше 20 вольт и мы не можем в минус регулирует минус мы можем регулировать 40 например да но никак не с 20 или с 14 вольт или выше 14 вот 6 это уже вечер достаточно хорошие показатели в общем на этом все потом может как-нибудь засниму в процессе еще доработки ну или поделюсь своим мнением так что следите за новостями на этом удачи всем всем пока а